Всех приветствую, мои родные, любимые и сердцу мои дорогие христолюбчики, брат и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго и благого, светлого, чистого, радостного, терпеливого, всего самого хорошего во все сферы вашей жизни, в души, в сердца, в умы, в тела, здоровье, в дома, мира и любви. Чтобы все у вас было хорошо. Мы с вами сегодня читаем комментарии на канале Христолюб, проповеди и голоса пьющего в пустыне, отвечаем на вопросы, если есть. Ну и приступаем. Сразу призываю, кто хочет, пишите тайм-коды, составляйте эпизоды, какие вы считаете полезными, нужными. Я постараюсь как-нибудь, думая о том, что это может быть вырезано, буду как-то говорить ясно, понятно, с какими-то отрывами, разделением, чтобы все это, может быть, потом в нарезке более гармонично и красиво смотрелось, да и тайм-коды, чтобы тоже, ну, как получится, буду тоже уча учись, да. Рус. Все у него кролику лжеучения, православие протестантизм. Все у него сатанисты, а он такой умный, сидит и вещает всем, как правильно жить. Ну и смайлик смеется. Я говорю, да, все, кто проповедует тьму, они и есть сатанисты. Сатанисты, тут все очень просто и понятно. Ну, вы знаете, я беру пример с Иисуса, который, поднимая палец к небу, говорил о себе, я есень, я свет. Я свет миру, я истина. И вы знаете, я не вчера познал истину, я ее действительно познал, истина, в счастье. Счастье невозможно без причинения страданий хоть одному живому существу на этой земле, без стремления к совершенству во всех плодах духа, в любви, в радости, в мире, в кротости, в смирении, в терпении. Вот, но в любовь, и в том, чтобы ты поступал, которая в том, чтобы ты поступал с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой вокруг себя, созидал мир такой, в котором ты хочешь оказаться потом, да и сейчас бы хотел жить, и хотел бы жить в нем вечно, или потом, то я, познав эту истину, да, я им всем, в этой истине, обретя эту истину, живя по этой истине, становясь этой истиной, ты становишься счастливым. Ну, а, соответственно, что я эту истину от избытка сердца, мне хочется поделиться с людьми, чтобы они стали счастливыми. И вот это вот, то, что у вас наверху, ролик, я там как раз об этом и говорю. Все эти псевдо-христианские, транснациональные, финансовые, рабовладельские корпорации под названием православие, католицизм, протестантизм, все это секты, делающие людей несчастными. Вот так вот. Аллочка, спасибо всем, рекомендую к просмотру. One love go vegan. Истина так, я пишу, бог один и любовь одна ко всему его творению. По поводу, кстати, я из этого ролика еще нарезал ролик. Здесь он 17 минут. На избранном вы его увидите 10-минутный, еще сопровождающийся саундтреком, картинками. Вернее, я только собираюсь его делать. Это будет тяжелый ролик, буду там много чего добавлять. Надеюсь, получится еще более интересно и информативно. На кто смотрел, я буквально пару часов назад записывал ответы на вопросы на канале Христа Любиблия. Я тоже подтупливаю иногда. Я такой же человек. Я искал комментарий некоего Вайс Холли. Сейчас мы перейдем на канал этого Вайс Холли. Естественно, как всегда, на канале ничего нет. В общем-то, чему я не удивляюсь. Человек, кролику моей тату написал комментарий. Я говорю, я вот забываю, где у меня этих каналов уже. Теперь я еще пятый открыл, получается, да, избранное. Я уж путаюсь в этих комментариях. Мне казалось, что он был на Библии. Я, в общем-то, себе голову это вбил. Не мог его найти, хотя я поискал и на проповеди. Но что-то куда-то он потерялся. Я вроде выключал и нет, как рассказывал. Ну, ладно, не суть в этом. В общем, сейчас буду отвечать о татуировках. Давайте почитаем комментарии Вайс Холли. Миллионы христиан в аду тоже на земле говорили о любви Божьей. Но Писание говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Точка. Господь соделал человека совершенным по своему образу и подобию. Вы – картина Бога. А разве картина может соба себя нарисовать или что-то в себе дорисовать? Брат, ну, ты заблуждаешься и учишь этому других. Это все плотское. Ну, во-первых, я тебе сразу, мой дорогой, скажу, ты мне не брат. Брат мне тот, кто вот именно исполняет заповеди Христа. Ты все правильно сказал. Но я тебя знать не знаю. Вы меня хоть как-то можете узнать. Вы можете узнать все мое мировоззрение благодаря всем моим пяти каналам. И вы можете узнать о моей жизни из этих же каналов, ну, пусть с моих слов. И вы можете, пожалуйста, я всегда рад. Можем, естественно, по мере технических возможностей современных мы можем пообщаться и по скайпу, да, где-то. Ну, там, ватсап, телеграм, неважно, любой мессенджер. Сейчас телефон. Можем в реальности встретиться, если есть такая возможность. Сейчас мир глобальный. Вы можете жить в Америке. Ну, как мы с вами встретимся? В Европе даже. Да и что вы там в Европе? В соседнем городе можем никогда не увидеться. Вот. Ну, я, пожалуйста, можем встретиться, пообщаться, пожить вместе. Можете ко мне в деревеньку приезжать, когда я там бываю. Есть там комнатушка более-менее нормальная. Можно погостить и посмотреть, как я живу. Я вот именно от кого специально ничего не скрываю, чтобы ни для кого потом не было сюрпризом, как я живу, что делаю. Вот. И поэтому братьями и сестрами я когда приветствую, мне говорят, ой, ты вот так приветствуешь, а потом, оказывается, ты не такой. Слушайте, я приветствую тех, кого я действительно такими считаю. И то, что я их не перечисляю по именам, это не значит, что это все относится к вам. Вот. Когда Иисус, даже его мама в дверях, и родственники там, и братья стояли, сказали ему, пришли и сказали, что тебя ждут там вот мама, братья, родственники. Правда, они его хотели взять и в дурку положить. Он сказал, обведя всех пальцем, брат, и страна мне тот, кто исполняет заповеди мои. Вот. Я о тебе ничего не знаю, специально, как всегда, перехожу, причем даже в реальном режиме на твой канал. У вас везде непонятные. Я даже имени, какой ты мне брат, если я даже имени твоего не знаю. И вряд ли, может быть, это так, в Уайс Холли, хотя вряд ли. Я могу сейчас в гугле посмотреть, что это значит. Мудрый святой. Но это вряд ли твое реальное имя, поэтому... Помимо моего интернета, так скажем, ну, хотя я его и реальным своим считаю именем Христолюб, ну, все знают и мое настоящее имя, да, вот, Уайс Холли, мудрый святой, ну, не знаю. Я тебя не видел. Иисус ни от кого не прятался. Его можно было видеть, слышать, трогать, даже руками можно было. А тебя я ничего не знаю. Поэтому я не называю всех подряд, кто верит в евангельские события даже, в исторического Иисуса, Бога, пришедшего во плоти или в Сына Божий. Это мне не братья, не сестры. Ну, вы можете верить и жить как угодно. Тысячи православных, миллионы, миллиарды вместе с католиками и всех времен и народов, там уж точно за миллиарды наберется, да, вроде как только едновременно, нескольких миллиардов якобы христиан, да. Мне никакими братьями и сестрами не являются. Они не живут по заповедям Иисуса. И ты, я тоже не знаю, как ты живешь. Поэтому по поводу брат, друг, вы так очень быстро этим словам кидаетесь, а я не кидаюсь ими. И на меня они от вас никак не действуют, пока я ничего о вас не узнаю. Иисус сказал, сотворите и научите, да. То есть жизнь человека должна быть открыта. Евангелие – это книга о жизни и учении Иисуса. Я о тебе ничего не знаю, кроме того, что ты сейчас начнешь, как всегда, как это многие делают, меня тыкать. Я отвечаю этому человеку. Ты, может, и картина твоего Бога, я Бога с маленькой пишу, а я – чадо, творца всего. Бог – не картина, и я, его образ и подобие – не картина. Бог – творец. А значит, надо будет писать, живой Бог – творец, а значит, творец и я. А потому заблуждаешься ты, если творчество называешь грехом. Что-то у меня комментарий, я не пойму, почему тоже обрываться стали. Вроде с компьютера пишу. Странно. Я надеюсь, я понятна свою мысль донес, надо ли ее комментировать. Но вот человек считает себя картиной. Я себя картиной не считаю. Это он считает, что… Он вот это откуда-то берет, вот поймите, да, вот он считает, что Бог создал картину. Откуда ты эти слова берешь? Даже если из Писания, хотя это слова вообще не из Писания. Нигде Иисус меня картиной не называл. По образу и подобию создан. Вот именно Бог-то не картина. Это получается, если ты картина, то и Бог картина. Ты это уразумей наконец-то. Мой Бог не картина. И я не картина, соответственно. Я создан, да, как ты сам. Ты, казалось бы, пишешь. Вроде бы мы с тобой одни и те же слова употребляем. Но как уже жизнь показывает, что вроде бы одни и те же слова, а смысл совершенно разный мы несем. Почему я говорю? Вера в Иисуса, потому что ты и я веришь в Иисуса, это ни о чем вообще не говорит. Мы с тобой можем по разной стороны баррикад стоять друг против друга даже. С верой в Иисуса. Да. Бог создал, ты сам пишешь. Человека по своему образу и подобию. У тебя значит Бог картина. Это твой Бог. Мой Бог не картина. Мой живой Бог, Иисус Христос. И я его образ и подобие. Это раз. Вот что я хотел донести до этого человека. Поэтому все, кто творчество называет грехом, я им пишу, что вы сами грешники и сами проповедуете тьму. Он мне, он, видимо, посмотрел мой ролик. Я своими словами рассказал об этом в комментарии на другом канале. Я говорю, думая, что этот комментарий был удален. Он, оказывается, посмотрел и тот мой ролик. И здесь написал, может, и там напишет еще комментарий. Друг, но я уже сказал, ты мне пока не друг. Я о тебе и не знать ничего не знаю. Как ты не можешь разуметь того, что я хочу донести до тебе? Мы внешне сделаны похожи на Господа. Я ни внешне, ни сделан, ни похож. Я его абсолютная копия. И у него, и даже у его учеников нет никаких письмен на теле. И не было. Тем более пирсинга и чего-либо еще. Стопе. С чего это ты взял, родной мой дорогой? Что у Иисуса и у учеников ничего не было. Вот на каком основании ты можешь это утверждать? Не на каком. Ноль. У тебя никакого основания. Ноль. Прям круглый-круглый самый, что ни на есть идеальный ноль. Ноль. Ты никогда объективно никому не сможешь и не имеешь права доказывать, что и у Иисуса, и у учеников чего-то там не было на теле. Во что они одевались? У нас вот такие вот Евангелия. Масенькие, масенькие, кратенькие. Неизвестно, как до нас дошедшие, кем написанные, как переписанные, как переденные, как перетолкованные. И почему-то их только четыре, очень хорошо отшлифованных под свои системы, переданными и дошедшие они до нас от тех евангельских событий, которые я верю. Но не в те события, а обязательно все, которые описаны в Евангелии. Я верю, что Бог приходил на землю, что Бог творил абсолютную истину, ее проповедовал и жил, потому что он сам Бог, естественно. Он ее в себе явил, эту истину, как нам в Евангелии действительно правильно написано. В это я верю. Он за эту истину пострадал, был убит, воскрес, вознес и оставил нам свободу жить по этой истине. И более того, оставил нам свободу даже передавать эту истину, пусть даже с искажениями специальными или случайными, и искать эту истину, и жить по ней. Именно поэтому сам он ничего не написал. А передавали эту истину такие секты, как православие, католицизм, протестантизм, которые даже людей не щадили инакомыслящих и сжигали их заживо на кострах, в храмах, так называемых своих жертвенниках. Я этим людям не доверяю ни на миллиметр. Я в Евангелие верю ровно столько, во все остальные события и эпизоды, которые описаны, сколько говорит мне мое сердце, что это правда, алчущая и жаждущая этой правды, как и сказал Иисус. И я потом, живя по этой истине, очищаю свое сердце и проповедую. И за эту проповедь, как написал Иисус, страдаю. Ты никогда не докажешь объективно кому-то, что было, каков был Иисус, длинные у него или короткие волосы, во что он одевался, была ли у него эта еврейская накидка с кисточками, или он ходил как обычный рабочий, или он ходил вообще как язычник, или как философ. Ты никогда, даже из тех Евангелий не докажешь, в трех, из четырех Евангелия, в трех синаптических, позволили себе или не посчитали нужным даже описать воскрешение четырехдневного умершего и Богом Иисусом воскрешенного Лазаря, о чем ты мне хочешь доказать. Ты пишешь, ты думаешь, ты вот так бросаешь эти слова в воздух, я такой дурачок, ты думаешь, я на твои крючки буду что ли клевать, ты просто, айба мне, как я всегда говорю, ничего просто не знаете. Ты не имеешь права и не можешь говорить, что у них было чего-то или не было. Мало того, что если бы даже это было в этих написанных бумажных Евангелиях, это вообще не говорит об авторитете, потому что для Писания, для нормальных христиан, для нормальных святых людей, которые всем сердцем стремятся к познанию истинным, для них вообще не существует авторитета, кроме невидимого авторитета Бога, который в каждом человеке, ибо Бог просвещает каждого человека. Именно поэтому истина, несмотря на все мировые заблуждения, козни дьявола и через его слуг, которые принимают вид ангелов света, все запутывают и извращают. Истина, Бог сделал так, она доступна каждому человеку, она вот здесь. И познать ее, оказывается, очень простой ключ – желание этой истины. Все. И она тебе открывается. И, вроде как некий святой, Англесвичник писал, ну, ортодоксально тогда православные с католиками вместе были, истина познает, спасили жития. И как ты начинаешь это исполнять, у тебя все больше и больше очищаются глаза, сердце, как хотите, внутренность твоя, внутренний твой человек прозревает. И ты все больше и больше, ты все больше и больше, и все выше и выше идешь. Вот так вот, это я сразу. Ты никогда не можешь утверждать этого. Что на них было? Письмена, татуировки, пирсинг. Во что они были отеты? Как выглядели? Как говорили? Ничего ты из Евангелия не можешь утверждать. Ты не имеешь права поднимать палец вверх и тыкать такими вещами. Это не грех и не добродетель, поэтому и я не имею права. Это вообще не имеет никакого ровного значения. Так что вот так. И как ты можешь делать своим телом то, что тебе хочется, не спросив при этом у Бога разрешения Господи? Откуда ты знаешь, спрашивал я или нет? Или ты думаешь, просто помолишься и все? Ну и что вот мне такому человеку отвечать? Он, значит, спрашивает, как там у Бога. А как мне интересно, вот ты своим опытом можешь что-то... Знаете, вот эти учителя, я всегда говорю, они на тех учителей... Я никому не набиваюсь, это ты меня слушаешь. Я вас не слушаю. Если был у тебя канал, я бы тебя послушал. И, может быть, задал бы тебе вопрос и увидел, что ты учитель для меня. Я вижу, что ты умеешь то, чего я не умею. И ты умеешь это в совершенстве. И я говорю, пришел бы к тебе. Пал бы на колени и сказал, научи меня. А ты как узнаешь? Ты думаешь, что? А ты молишься? А ты как ответ слышишь? С небес ждешь какого-то грома? Да я сомневаюсь. Этого грома никто никогда не дожидается. У меня были откровения. Мне Бог являлся. Я знаю, что это такое делает. Он тогда, когда он хочет. А не каждый раз, когда я молюсь и спрошу о любом вопросе. Это раз. Второе. В Слове Божьем никакого Слова Божьего. Вот этот человек, ты меня братом назвал, другом. Ты мне не брат и не друг. Можешь не обижаться на это. У меня нет никакого Слова Божьего. То, что вы Библию, библиотеку назвали Словом Божьим, и вся погуни, ересь, зачастую, которая там написана, и выдана почему-то вами за добро, когда там грехи человеческие описаны, реальные грехи, от таких, которых даже я в этой жизни не совершал. И вы называете это Словом Божьим. Причем тут Слово Божье вообще? Бог там вообще в плане книг просто не существует. Покажи мне, где Слово Божье в книге Руфь. Шестая книга. После Моисея между царствами и судьями. Ну, не шестая, или даже шестая, по-моему, да, она получается. Бытие, исход, левит, числа, второзаконие, судья Иисуса. Седьмая. Где в Руфь хоть одно Слово Божье? Хоть одно вообще, где там Слово Божье? Ну, для тех, кто уже меня знает, я все время так говорю, правда уже на него устали слушать. Где там Слово Божье? Покажи мне. Что значит в Слове Божьем? Что для тебя Слово Божье? Синодальный перевод. Короля Иакова, Новый Русский. А в какой интерпретации? С какими первичными и каноническими книгами первичного уровня или вторичного, второканоничными? А многие из известных апокрифов, я лично, прото-евангелие Акова, считаю абсолютной истиной. Оно ни в какой канон не входит. Ни в первичный, ни вторичный. Она вообще считается, в принципе, апокрифом. Для меня прото-евангелие Акова абсолютно истинная книга. Ну, опять с теми вариантами, что дошла до нас, неизвестно кем написано, кем переписано, кем перейденное. И что там кто-то толковал, что убрал, что прибавил. Но, в принципе, в общей массе, кто знает, она у меня на канале Библия зачитана. Прекрасная книга, приоткрывающая еще много нюансов и штрихов тех времен, которые не описаны, эпизодов, которые не описаны в основных всем нам известных евангелиях. Ну, тех синодальных, канонических. О Рождестве, Иоанна Претеча, о самой Марии, о ее жизни, о замужестве с Иосифом. Как там все было. Сколько там тонкостей и интересных подробностей. Так что, ну что, это для тебя, ты еще просто меня не знаешь. Ваша Библия, как Иисус говорил, в вашем законе. Да, ваша Библия. Она ваша, очень красавица, православная, любит даже протестанты. Это наша Библия, да заберите ее. В вашей Библии, да, там далеко не все истина. Написано прямо, что мы не свои. Вот знаете, вот вырвал фразу, мы не свои, ты вырвал, сколько, одно слово и два предлога. Ты думаешь, я на такого дурачка похож? У меня, в отличие от тебя, когда на мой канал и ты переходишь, у меня на одном, вся Библия целиком, на другом, 300 проповедей, на третьем, это почти все закрытое, ну ладно, 40 бесед, на четвертом, 50 роликов о моей жизни, что у тебя? Ты вырвал мне два слова, мы не три, одно слово, два предлога. Ты думаешь, я такой тупой, поведусь на твои слова? Ты думаешь, я не знаю, откуда это написано? Ты думаешь, я не знаю, о чем Павел говорил, когда там ты, откуда это вырвал, мы не свои? Ты думаешь, я не знаю, откуда это? И по какому случаю Павел это писал? Ты думаешь, ты можешь вырывать все стихи и тыкать такому, как я говорю, у которого вся Библия записана? Я знаю все эти слова. Я знаю, откуда они. Я знаю, что они значат. А тебе я ничего не знаю. Что наши тела должны быть чисты и святы в глазах Бога. И по Библии Господь нигде не разрешает нам этого делать. Нет разрешения на тату, нет разрешения на пирсинг и так далее. Я что в том ролике предыдущем, кто знает, на Библии только что писал. Что на этом. Во-первых, Библия, если для тебя это какой-то Моисеев, канон, правил, что можно делать, что нельзя. Особенно в плане творчества. Я тебе еще раз говорю. В Евангелии, это я самый, потому что для меня очень важный момент. Кто знает, если у тебя после этого ролика, конечно, хватит терпения что-то смотреть. Я сомневаюсь. Я думаю, ты от меня отпишешься, потому что я тебя заблокирую, естественно. Я эту чушь слушать не собираюсь. И читать каждый раз, я думаю, что следующий комментарий будет те же самые. Я это все говорю и так, в пространных словах. И лично отвечаю. Один раз, может быть, у человека встанут мозги на место. Если нет, вряд ли я чем-то помогу. Потому что, в принципе, все, что я тебе говорю, у меня есть пространно. По каждой теме, в принципе, ролики есть все. Практически уже на все темы. Я уже третий год на ютубе и много чего записал, много на какие вопросы ответил. В трех Евангелиях из четырех. А, ролик я хотел тебе посоветовать. Посмотри, Иисус бумажный и евангельский. Найди его на канале через поиск канала. Там я и то тоже навскидку, но я там много привел случаев интересных. Ну, один из ярчайших, мне очень он нравится. Это воскрешение четырехдневного Лазаря. Это настолько сильнейшее событие. Это событие происходит перед арестом Иисуса. Лазарь был непростой человек. Ладно, я не буду об этом разглагольствовать. Да, вы все помните, кто смотрел мои. Трое не пишет об этом. О чем ты вообще говоришь? Да в Евангелии много чего нет, ты знаешь. Я тебе такой простой вопрос задам. Слушай, а ножом пользоваться можно? А вилкой? А ложкой? Где написано, что можно пользоваться ложкой? А где написано, что вилкой нельзя пользоваться? Слушай, а если не написано, что мылом можно пользоваться, ты пользуешься мылом? Мне интересно. А одежду, где там написано какую-нибудь? Мне интересно, в чем ты хочешь? Я бы все забраковал, я бы сказал, что этого нет в Библии. Ты почему это купил? А почему ты это купил? Вот ты наверняка, я говорю себе, я бы больше знал бы твою жизнь, я бы столько тебе тыкнул бы, ты бы ошалел, наверное. Наверное, машины есть, может, или еще что-то. Я бы сказал, а вот это есть, и разве Иисус ездил, ты бы сразу бы сел в лужу бы. Я говорю, все это вам дает право меня тыкнуть, только потому что моя жизнь, она всем открыта. Вы все из-за угла, куда будут спрятаться, вот так, и вот камешки в меня бросаете, да. Вот так это похоже. Я почему говорю, таким людям я один раз. Второй раз я вызываю на скайповые дебаты. Пожалуйста, хочешь, звони, мы с тобой публично поговорим. Пусть все увидят тебя, все увидят меня. Мы еще раз поговорим. Неважно, договоримся мы там, нет, хотя бы, ты же хочешь еще одну встречу, пожалуйста. Я говорю, я блокирую человека всегда, не то, что меня не слушает. Ты можешь меня не слушать, ты же свободен, и я свободен проповедовать на этом канале. Ты свободен нажать красную кнопку и выключить меня. Я свободен, заблокируй тебя, я не хочу свою жизнь в дурдом превращать. Пожалуйста, хочешь познакомиться, пообщаться. У меня к тебе тоже будет масса вопросов. Мы можем любые темы поднимать, чтобы я тебе в ответ тоже задавал вопросы. И мы вот так быстренько. Это мы знаешь сколько, я почему еще блокирую, чтобы не вести эту безрезультативную переписку. В реальности, вот как я сейчас вижу, говорю, ты бы мне, мы бы быстренько поговорили. Мы бы намного, мы бы за час очень много, чем вот это писать, да. Мы бы чем уводить, я там сколько, мы сколько предполагаем, как ты, как и я, фантазии. Я бы тебя на каждом слове бы точно так же бы, не то, что перебивал. Мы бы так не распылялись. Мой вот сегодняшний ролик, по сути, получится посвященный твоему ответу. Но я могу, правда, и два часа писать, поэтому буду говорить столько, сколько нужно, да. А так бы мы быстро были. Ты бы, может, в начале, ты прям Слово Божье, стоп, 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 давай о Слове Божьем поговорим. Какое Слово Божье? Кто его нарек Словом Божьим? Кто? Где Иисус хоть сам что-то написал? Где он положил в жизни людям какой-то авторитет, чтобы мы могли на него опираться? Никакого. Он не давал бумажного авторитета. Никакого. Он нигде апостола Павла послания своей рукой не подписывал, не говорил, да, это истина, все, что он написал. Нет такого послания. Нет послания апостола Павла, подписанное царем Иисусом. Нет, представляешь? Поэтому, где Господь не разрешает, да, и не пирсинг. Ну, ты в том ролике, видите, вы как будто тоже оглохли. Это вот знаете, вот смотрите, я специально указал на тот момент. Почему-то, когда евреи и Израиль, даже мужики носили серьги, все молчком, потому что это написано. Ладно, мы не будем. Где есть только лазеечка, да, вы. Ой, об апостолах не написано, что они с серьгами ходили в ушах, как ихние предки евреи. Они дети Авраама. А как ты думаешь, как ходил Авраам? Ну, смотри, если весь еврейский народ, мужчины, в пустыне, а это дети Иакова, носит серьги в ушах. А Иаков, придя в Египет, у него были серьги в ушах? Вполне возможно. А он-то внук Авраама. Как ты думаешь, Авраам как выглядел? Только потому, что там не написано, смотри, у всего еврейского народа. Написано, вышли они в 600 тысяч человек. На чем? Вы лукавите. Где там было, как вы любите, слово Божье? Там все нормально. А Рон говорит так, выньте серьги из ушей, из дочерей, из жен, из дочерей и из сыновей. Ну, естественно, если носят сыны, значит, носят и взрослые мужи. Что же детям, сыновьям, мамочке, что ли, в противовес мужику, отцу, что ли, сыну сережки надевать, значит, это было нормально. И это не до какого-то возраста, уж понятно. Наоборот, если бы это позже делали, а раз это даже уже у детей, значит, это, естественно, и у взрослых. Когда девочкам прокалывает уши в современном мире, это в основном развито, да, что-то потом они их не снимают, так как раз до конца жизни они их и носят. Как тут, так у тебя ничего. Ты ответь мне сначала, я говорю, так бы я бы тебе вот просто поставил перед фактом. Давай по скайпу, я же говорю, я не против. Кто потом жалует, что я их скалпий блокирую? Конечно, раз, два, достаточно, мы пообщаемся. Ты же мне не сможешь тоже ответить ни на один вопрос. Ты же мне сейчас будешь призывать меня к какому-то якобы покаянию в чем? В якобы твоих грехах, правда, в грехах, которые по-твоему грехи. Ну ты тогда наедь сначала на них, тем более, я говорю, я же вас буду жалить вашими же и рубить мечами, словом Божьим. Там написано, пожалуйста, они насилия. Так, что, так, прямо, что мы не свои, что тела наши, и причем, вот, когда любят в глазах Бога и по Библии. Ну, во-первых, у меня Библия и глаза Бога, это у тебя одно и то же. У меня это абсолютно разные вещи. Господь не где-то, так, так, так. Открой свои глаза, мои глаза широко открыты. Хватит обманывать себя и других, за это гнев Божий умножается над тобой. Вы знаете, я этому человеку написал, но я ему написал только что, потому что я только когда зашел на канал и открыл комментарий, чтобы записывать ролик, увидел, что вот этот комментарий, оказывается, здесь и не на том канале по поводу татуировки опять. Я ему написал, вы видите на экране, я его спросил, как и всех. Ты убиваешь животных в угоду своему чреву или проплачиваешь эти убийства палачам, покупая их трупы, чтобы затем пожрать их? Ответа я еще не дождался, может он, конечно, и будет даже в течение этого ролика. Во-первых, я не знаю, веганов встретить христианина, вы знаете, это уж пальцем в небо тыкать, это их просто нету. Поэтому я уверен, что этот человек трупояд. И этот трупояд, который действительно грешит целыми днями, погубляя души живые, которым жизнь и дыхание жизни каждый день дает Господь, этот человек обвиняет меня в том, что у меня закрытые глаза, и что гнев Божий на мне пребывает. На мне гнева Божий нет, греха в этом никакого нет, это только тобой придуманный грех, вот и все. Мы не по благодати будем судимы, а очень по строгому закону, да, по закону любви. Прочитай. Обращаясь в ней, с первой по четвертую главу, парень, Павел, говорит о разделении в церкви. Именно этому посвящены четыре главы. Кто говорит, я Аполосов, я Павел, я Кифов, разве Павел за вас распялся? Все эти четыре главы, а это целый кусок, посвящен именно этому и суду над христианами. Все правильно. Ну, Павел, это ты впихиваешь туда, во все грехи, татуировки, платочки вам надо носить, в храмы носить, причащаться, исповедовать. Это вы уже вкладываете туда. Вкладывайте. Павел ничего не говорил о татуировке, ничего он не говорил о внешности. И более того, даже если Павел и говорил, в смысле дальше, вы знаете, о целомудре, там, все, много чего тоже говорил. Это Павел говорил. Павел фарисей с фарисеев, еврей с евреев, законник непорочный перед законом. Это Павел. Павел мне не указ. Мне не указ ваши бумажки, мне не указ ваш Павел в бумажках, которые до меня дошли через две тысячи лет. Для меня есть только одна истина. Вот она здесь. И я искренне, всем сердцем открытым своим, стремлюсь к познанию ее. Ее познал, достиг и проповедую другим. Вот и все. От моих татуировок и от татуировок любого другого человека никто не страдает. Тем более, я уж тысячу раз показал, какие у меня татуировки. Во-первых, прошлые даже, которые для любого в основной своей массе человека, татуировки – это отпечатки его жизни. И мне, так скажем, не стыдно за прошлые свои. Даже, грубо говоря, если это мои грехи, мне об этом только напоминает, кем я был и кем я стал, и куда я стремлюсь. А уж татуировки, которые я даже делал после покаяния, делаю и буду делать, они все посвящены проповеди истины. И я уверен, что в моей жизни и в жизни окружающих меня людей в встречательном пути, они еще сыграют свою роль не единожды. Вот и все. Так, не уроды, ну понятно, в его глазах мерзость. Это мерзость в твоих глазах. В его глазах это не мерзость. В татуировке это не мерзость. Это в твоих глазах только мерзость. Если ты придираешься к словам картина, то скажу... Нет, подожди, ты назвал уже картину. Ты от своих слов не отрекайся. Ты картины. Я бог живого бога. Сын живого бога, а он бог, и я бог. Сам об этом все сказал. Вы боги и дети Всевышнего Всего. Это ты назвал себя и твоего бога картиной. Не я, ты. Я никогда не говорю, что бог картины, что я картина. Ты причем дальше, ты еще больше сам себе наступишь на мозоль. Что-то скажу по-другому. Хорошо, ты сейчас так скажешь, что еще ничем не лучше картины. Ты храм бога. Храм не может сам себя достроить или самовольно украсить себя. Храм не может сказать строителю, я тут маленько украшу себя надписями, а там установлю пирсинг, потому что я считаю, что так красивее. Истинно говорю, это ты говоришь, да, горе такому храму. Он будет полностью разрушен строителем, камни на камне останется. Вы видали, какие он финтефлесы выкручивает? Слушай, дорогой мой, я тебе еще раз говорю, если ты картина, если ты храм, если ты кирпич, если ты болванка, если ты головешка, глиняный горшок, ты плотский, я же вижу по твоему сообщению, ты настолько плотяной, ты настолько земной. Ты из Библии, ты камень обоюдоострый. И ты ничего, это меч, вернее, обоюдоострый, и ты ничего не понял из него. Более того, ты им закололся, потому что он с двух сторон заточенный. Я просто поражаюсь таким людям. Он говорит, тебе картина не устраивает, я храм, а мне и храм не устраивает. Это образы и символьные слова. В той же самой, как ты привел с первой по четвертую главу, а потом и с двенадцатую по четырнадцатую, Павел употребляет эти выражения не раз. Это же символьно. Петр говорит, что мы даже не храм, а камни. Вы же помните храма Живого Бога? Слушай, это же символы. Если ты, я не знаю, сколько тебе лет, вот именно, даже не перерос этот уровень, мне жалко тебя. И не тебе меня учить. Я не храм, я не картина, я не камень. Я Бог. Дитё Живого Бога. Тебе до этого надо ещё дорасти. Хочешь, приходи и учись. Не хочешь, вольному воля, свободному свобода. Учись у своих учителей, где ты учишься. Ну, как я вижу, ты недалеко вырос. Особенно хотелось бы узнать твой телесный и духовный возраст. Сколько ты во Христе, да, так скажем. Очень было бы интересно узнать. Ну, а теперь это только приличные скайповые встречи. Под записи желательно. А то вы все любите скрываться. Ни личик своего, ни... Вы же такие святые. Ты же такой святой мудрец. Ой, какое у тебя название-то хорошее. Святой мудрец. Ну, что ж ты? Что же вы не проповедуете тогда, я всем говорю. Ладно, хоть есть. Я со многим не согласен. Но я уважаю этих людей. Даже сектантов, даже известных сектантских проповедников, православных, католицизм и свободных во Христе. Пусть они несут полную ахинею, точно так же, я считаю. Но эти люди хотя бы открыты. Эти люди проповедуют. Ну, что ж ты такой святой мудрец. Где ты есть? Ну, почему тебя нету на ютубе? Где ты есть? Покажи хоть одно свое видео. Где твое свидетельство вообще, что ты христианин? Ну, где? Где твоя соцсеть? По соцсети много можно узнать по человеку. Ты переходишь, там ничего нету. У вас, во-первых, их нету. Если есть, они все закрыты. Они все тайные. Что же вы за такие светильнички, что Господь вас всех под кровать засунул? Господь прямо сказал, судите по человеку, а делам. Твои дела. Кроме вот этих вот ваших камней под роликами. Обычно от вас ничего не видно. Выходишь в скайп, пожалуйста. Мы встречаемся. Все сразу узнают. Мы же вспомним этот комментарий. Сколько-то пообщаемся. Конечно, я по духу-то понимаю, что это хватит ровно на одно видео и все. Ну, хоть что-то. Тебя же наверняка будет распирать после этого моего видео на еще продолжение. Я согласен. Один раз мне самому хочется посмотреть в глаза на такого человека. Послушать вживую. Поспрашивать, может, я чего успею. Потому что я о вас ничего не знаю. У меня интерес, начиная с твоего телесного возраста, духовный и так далее, и так далее, и заканчивая действительно, кто ты и как живешь во многих аспектах жизни. Вот и все. Покайся Богу и людям, сообщи, что это грех, и проповедуй о правильной благодати. Ну, и заканчиваю я так. Ну, я вам написал, что я вам просто вопрос про животных сразу, потому что больше ничего. Я понимал, что я видео отвечу. И уже тут я просто про животных. Ну, ладно. Ответ не суть важен. Если не убивает, хорошо. Убивает я практически в этом не сомневаюсь, потому что 99,9% это делают. По поводу покаяния. Мне кажется, не в чем. Я их делаю, делаю и буду делать. Я никого не призываю их делать. Это больно. Раз. Это недешево. Два. Это надо уметь носить. Три. Они должны тебе идти. Четыре. Нужно найти хорошего мастера. Пять. И еще, 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 еще. Поэтому я ни в коем случае никогда не призываю. Почему? Потому что татуировка. Я даю четкое христианское определение. Это не грех, не добродетель. Как и многие прочие, так скажем, неодушевленные действительно вещи в мире. Которые сами в себе не несут ни доброго, ни злого. Татуировка это не грех, но это и не добродетель. Вот во что ты ее используешь, это да. Я свои татуировки использую во благо. Вот и все. Ну, по поводу творца я тоже говорил в том ролике. Вы все творчество свели просто к ничему. Ну, я просто не хочу повторяться, кто смотрит мои видео постоянно. Я вот, с одной стороны, думаю о том, что вдруг этот ролик нарезать будем. Но что-то мне не хватает так конкретно отвечать. Я отвечаю где-то, может быть, расплывчато. Два часа назад на другом канале эти мысли уже выражал. Я говорю, мой бог, наш бог, мой господь, да, это творец. Я его образ и подобие. Творчество это богоподобное. Это именно чувство и желание и творение всех этих вещей. Это именно исходит из глубины сердца каждого человека. Проявляется в делах, потому что он действительно образ и подобие творца. Вот если ты камень, головешка, чурбан, да, как-то еще, картина, кто-то там себя еще. То я бог. Можете нарезать такие мои слова, смеяться над ними. Так назвал меня Иисус. Вы боги и дети, вы все мои. Я верю, что бог, Иисус и отец и дух святой это одно. Один бог. Я его полная копия. Вот и все. А я, значит, как он творит, мир прекрасный. Я тебе говорю, я там тебе сказал, но видимо до тебя не доходит. Может до кого-то дойдет. Вот посмотрите на прекрасный мир. На зебре, говорят, ни одной полоски одинаковой нет. А зебра от зебры не найти одинаковой. Ну о чем ты говоришь? А не он ли рисовал весь этот мир? Он меня хоть и нарисовал, можно так сказать, но он нарисовал точно таким же, как я. И дал мне повеление быть таким, как я. Возделывать, приумножать и хранить то, что я творю. Слушай, а вот ты что будешь делать, когда Иисус во второй раз придет тысячу лет по царствам? В том написано, он будет творить небо и землю. Ты что будешь делать? Ты как картина будешь висеть. Я буду помогать Иисусу, если он как нормальный родитель детей своих приобщает. Говорит, ну давай вместе. Давай копай, там сажай. На те кисточки, на те краски рисуй. Я лично надеюсь, что Господь меня к творению новой земли и нового неба присовокупит. И предложит, я с радостью приму эту великую честь. И тоже буду с ним творить новую землю и новое небо. Возьмет в подмастере, буду говно месить, как говорят, да. Цемент, все что угодно. Кирпичи подавать. Ключи подавать, да. Вот так говорят. Ну, мастером. Я все буду делать. Даст мне больше, увидит, что Ян способен на больше. Скажет мне, ну-ка давай-ка еще-ка. Ну-ка планетку сделаем. Ну-ка давай-ка. Я буду делать. Все, что я... Я верю, что в будущем мы сможем с собой делать все, что угодно. Я вот так подумаю, нажму и бац, у меня цвет поменялся. Бац, на мне всякие разные узоры. Будем красивыми, интересными, изменяемыми. Вам этого не понять. Пока. Я верю, что все вообще понять, что когда-нибудь мы с тобой будем целоваться и обниматься. Но это будет, не знаю, когда. Скоро, не скоро. Когда каждый человек, Павел писал, должен не просто признать, прийти в совершенство истины. Нас снял ее познать, прежде чем прийти в совершенство любви. Деятельный, нас снял понять это. И красота, любовь, вот это все. Разность мира, изобретательность. Это все от Бога. Вопрос, куда ты это направляешь. Даже если бы мои татуировки не несли смысловой нагрузки для кого-то, как я их сейчас, особенно последние свои, использую прямо для проповеди истины, то даже просто красота. Мне нравятся красивые люди. Я сам хочу быть красивым. Мне нравится вокруг себя все делать красивым, аккуратным, интересным, радостным, радующимся глаз. Если ты не такой, мне тебе жаль просто. Вот и все. Господь сказал, обителей-то много. Ты будешь со своими. Вот с такими вы будете в галерее у Бога висеть. Нет, мое Царство Небесное. Иисус сказал, что вы будете там, где вы хотите. Я хочу быть с людьми прекрасными, с людьми красивыми, разносторонними, веселыми, интересными, радостными. В татуировках, в пирсинге, во всем чем угодно. В мешках на голове, в чурбанах. Я хочу, чтобы мы каждый день были разными. Чтобы мы выходили друг друга узнать практически не могли. Вот мое Небесное Царство. Да, я хочу. Мне с тобой, я переживу. Мы в этой жизни друг без друга спокойно обходимся. Я и в будущее без тебя переживу. А вот переживешься ты. Потому что то царство, которое я себе представляю, оно для меня счастье. Но ты знаешь, вообще-то еще древние мудрецы говорят, что счастье это то, что каждый человек для себя почитает счастьем. Я не спорю, ты будешь там, где ты хочешь. Только ты сам себе честно ответить на вопрос. Это счастье для тебя? Или ты по закону, вот ты там сказал, тебя Бог будет... Меня нет, тебя будет по какому-то суровому закон судить. Меня будет Господь судить только по одному закону. По закону дел любви. Я стараюсь людям нести благо и счастье. Иногда приходится делать это твердо. И говорить людям правду, которая, естественно, их режет, обижает. Но это правда. Убийство животных – это грех. Это зло, это слезы. И мне ничего доказывать не надо. Я просто об этом говорю. Ты будешь на скотобойне жить. На скотобойне с такими же, как и ты, чурбанами, которые готовы просто на себя мешок из парткартошки с горловины надеть, во властеницы всю жизнь с Господом ходить. Нет, мой Господь красивый. Мой Господь меняется. Мой Господь изумительный. Ему нет конца и края. Он фантазия. Он мысль. Он краски. Он музыка. Он все. Это мой Господь. Я хочу быть с таким Богом. Я хочу быть в такой обители. Я хочу быть с такими людьми. Каждый из нас будет там, где он хочет. Может, ты и зла не делаешь. Я не спорю. Не говорю, что ты будешь в глубинах ада сидеть. Гнев там, Боже, ты меня там гневом, Боже, пугаешь. Я тебя не пугаю. Я еще от тебя ничего не знаю. То есть, ты убиваешь животных. Это не гнев. Я тебе не буду гневом, Боже. Ты просто будешь жить в скотобойне. Пойди сейчас тогда поселись там, если ты готов в будущей жизни там жить. Селиться вы не хотите. Вы вот такие стены бетонные понастроены, чтобы этого не видеть, не слышать. А ты будешь там жить. Потому что ты и в этой жизни делаешь то, что. Я и делаю. Зачем мне каяться, ты говоришь. Да я говорю, пожалуйста, делайте. Делайте их во славу Божьей тройкой. Делайте их просто так. Делайте, что хотите. Людям вреда не делайте. Раз. И сколько можете, делайте добра. Два. Все. Ну, это может понять только человек, хоть мало-мальски ступивший на путь истины. Ну, ты на него не встал, я тебе сразу говорю. Так. Что у нас дальше? 46 минут только отвечал на этот комментарий. Так. Интересно с тобой пообщаться. Сам с Воронеж. Как с тобой связаться? Мне такой вопрос. Где только не пишут, что еженерации периодически. Ребят, контакты мои. Ребята, девчата. Я после того, как ролик на Библии записал, там тоже такой же вопрос задали. Ну, пожалуйста, откройте описание в ролике. Под каждым роликом есть описание на мобильнике. Там оно, правда, ниже рекомендованных видео. Там есть все контакты. На канале, на самом, всегда полно контактов. Где О-канале. На шапке канала. Страницы моего сайта Христалюб.ру. Переходите. Ссылок тоже везде всегда полно. И там есть страница контакта. И там все мои контакты. Ну, я в личке, конечно, пишу, отвечаю. Но это так еще разок. Я думаю, что почти у всех. Ну, у многих блогеров можно найти контакты. Вот таких. Я не говорю, там каналы какие-нибудь серые. А у авторских каналов, люди, которые себя не прячут, у них в основном всегда контакты где-то в описании. Посмотрите по каналу. В шапке там есть эти ссылки. Всегда. Не сложно найти. Было бы желание. Так. Надежда. Благодарю. Что-то так тормозит, не пойму. Галя. Аминь. Надежда. Тишли. Дима, приветствую. Надо тебе эти стихи тоже пояснить людям. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь. И на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также рыбу. Ну, я уже отвечал, что я не могу все делать. Я вон на Библии сегодня рассказывал о своих планах, о своих прошлых, что сделал. Ну, я вот пишу, Надежда, привет, обязательно поясню, не все успеваю. Вам кажется, что вот, ну, чего тут на это только вопрос ответить или на тот. Ну, все это только со стороны кажется. Я и так разрываюсь. И то, и то, и то надо, и то. И плюс, видите, мой фанатизм. Я стараюсь особенно к тем моментам, к которым я подхожу. Вот как-то, ну, кратко. Я уж это обо всем и так говорил. Вот, то там, то там. А вот именно с конкретный ролик записать, чтобы он уже остался. Я сейчас готовлюсь, но я пойду опять от книги бытия, и мы по всем пойдем. И так до новых, за это я так себе решил. У кого сердце чистое, и у кого алчное, жаждущее истины сердце, он уже и так от моих слов, от моих проповедей покаялся в этом грехе и встал на путь истины, любви ко всему Божьему творению. А кто непробиваемый, как камень, вы знаете, то, что я сегодня этот ролик запишу, вряд ли что-то подействует, да. Вот, я потихоньку над этим, над всем работаю, вы знаете. Три года на моих каналах не было то, что сегодня, два года назад не было, год назад не было, сегодня есть то, что есть. А через год будет еще больше, через два еще будет больше, разносторонней. Всему свое время. Я человек, мы живем в пространственном временном измерении. Ну вот. Что успеваю, что могу, делаю, что считаю нужным. Так, Настя Кузнецова, что же делать с белками? Я говорю, ничего. Нет, все эти белки, витамины, все чушь собачья. Поймите это, наконец. Это такой же бред. Я говорю, не становитесь на путь, если вы, особенно кто христиане, избирают этот путь любви ко всему божьему творению, забейте, не становитесь на скользкий путь вот этого мирского веганства, я его назову, которые начинают вот именно свой фундамент опять строить на основании каких-то ученых, каких-то статей. Поверьте, они мне тоже, даже они лукавят, я бы мог их разоблачать. Один фундамент у вас должен быть, любовь. Забейте на все остальное. И то я вам не по дурости говорю, вы посмотрите на бога, который есть любовь. Неужели вы думаете, что он создал так, что в трупе есть что-то, но этот труп запретил есть? Ну, слушайте, это надо, ну, совсем быть без мозгов. Неужели вы в это верите, что бог человека сам поставил в неразрешимой ситуации, бог в трупе живого существа? Чего вы тогда не поверите, что в человеке есть что-то? Может, мы поэтому все болеем? Слушайте, завтра вам скажут, что у нас рак оказывается, и раковые клетки появляются, только потому, что мы мясо трупов людей не едим. И вы в это поверите, вы это проглотите, понимаете? Проглотите, схаваете, сами начнете это делать и других. Для вас сначала гуманно начнут просто выращивать человека, типа без души, это же не абортивные дети. Для вас скажут, мы уже научились выращивать, клонировать, и вы схаваете это. И через год для вас баночка уже с картиной веселого человека будет тоже нормально. Одумайтесь, включите мозги. Я про сердце уж не говорю, если оно у вас не работает. Потому что за неубийство живого существа, говорит, отвечает ваше сердце, у вас нет никакой любви. Особенно, если вы именуетесь христианами. Нет никакой у вас любви. А какой любви можно говорить грешным людям, если вы животных, беззащитных, безобидных, и еще и любящих нас нещадно убиваете или проплачиваете безумным палачам эти убийства, чтобы сожрать эти трупы. О чем речь вообще? Первое, у вас нет сердца. Второе, у вас просто нет мозгов. О чем вообще может идти речь? Какие витамины? Какие В12? Ну я говорю, вы можете, конечно. Я почему специально не советую, чтобы не ставить вас на этот скользкий путь? Да есть уже полно статей этих же самых веганов или независимых исследователей, которые действительно писали, что оказывается эти вещи вообще организм сам вырабатывать начинает. И я вам докажу эти простым способом. Кто в курсе, почему вот им нельзя там лечиться, нельзя вообще в принципе в жизни человеку вот медициной что-то заменять, потому что если ты начинаешь извне подавать это организму, почему мужчинам нельзя тестостерон употреблять? Мужской гормон, кто знает для чего, да? Почему его нельзя внешне? Почему все качки становятся импотентами? Потому что они употребляют мужские гормоны. И когда они извне, там, шприцами, таблетками, питанием загоняют, организм перестает вырабатывать. Он говорит, слушай, у меня есть, у него сигнал в мозг, вырабатывать не надо, он не вырабатывает день, он не вырабатывает два, он точно так же, как человек, пролежавший год в коме, потом встать не может просто, может быть, не встает до конца жизни. Может быть, его поднимут с койки этого инвалида. Может быть, долгой, как это называют, реабилитации, а может и нет. Здесь то же самое. Ты не думал о том, что ты перестанешь есть трупы, и твой, вот эти китаминокислоты, они внутри организма за счет полной исследований. Я специально не говорю этим языком, хотя я даже это изучал. Вы просто попадете в сети. И при первой болячке, при первом соблазне, при первой лопухне или какой-нибудь другой, опять пойдет новая волна уже с другой стороны, каких-то проплаченных исследовательских этих-этих, и вы опять свалитесь. Один фундамент. Любовь. Ну пропустите, конечно же, все это через мозги. Бог не создавал, что в человеке, в трупе, есть то, чего нету в той пище, которую он дал от начала. И ничего не поменялось. Ничего со времен. Это все брехня проповедников тьмы, что после грехпадения изменилась какая-то природа. Это чушь собачья. В овощах и фруктах, причем, окружающих вас, в той местности, где вы живете. Если вы живете, как я, в центральном черноземье Российской Федерации, здесь не растет никаких бананов, они мне не нужны. Здесь не растет никаких апельсинов, они мне не нужны. В капусте ровно столько же витамина С, сколько и в мандаринах, а у корешка, говорят, еще и больше. И то, это я где-то только услышал, прочитал, мне это не надо. Бог мне дал вот здесь истину, она всем доступна. Всем. Все, что мне нужно для моего тела, растет вокруг меня в пределах километра. Все. Этим я должен питаться. Просто не думайте. Я говорю, выкиньте ложные аксиомы, что веганцы никогда не болеют. Они сами, как и протестанты, там понапридумывают сказок православный и врюхиваются в них, и врюхиваются. Они не работают. Они живут двойной, тройной, четвертной, пятерной жизни. У них 10 лиц. Они на работе такие, там такие. Придумывают протестанты, что не болеют. Сами болеют, скрывают, ничего не говорят. Веганцы, потому что, кто пошел по принципу здоровья, там разные ветки тоже есть, и валятся, и отваливаются, и сваливаются, опять убивают этих животных. А почему? Потому что не было настоящего фундамента, фундамента любви. Причем Божьи, вот именно, что Бог не создавал мир, тебя в такие поставить, что ты не можешь не грешить. Бог не лишал свободы никогда человека. Ни в раю, ни после греха падения. Ты остаешься свободен избирать добро и зло. Поэтому у тебя выбор есть. В огурце все есть, что тебе нужно. В трупе убитого живого существа, завтра вы будете жрать себе подобных, нету ничего. Запомните это раз и навсегда. Викуля, суперсборник. А, канон со плейлист веган. Вы знаете, я, конечно, мечтаю в своей жизни увидеть плоды. Может быть, что любовь ко всему Божьему творению какой-то новой волной захватит истинных христиан. Вот я прям мечтаю увидеть это в этой жизни. Может быть, это плоды мои будут, ну или неважно. Неважно, припишут это мне как основателю или нет. Я сейчас шучу, вы понимаете. Да, для меня главное, чтобы это было. Поэтому я всех призываю становиться такими, распространять. Вы увидите, как это начнется. Вы знаете, я мечтаю, вернее, даже не так. Я сегодня об этом думал, естественно. Забыл мысль, какую я сформулировал у себя. Я, конечно, мечтаю увидеть те времена, вот именно. Про себя это я шучу, прикалываюсь, вы понимаете прекрасно. А вот знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю увидеть, чтобы позорно было. Не как сейчас, когда вот я вижу, как, вы знаете, как ко мне относятся. Я знаю, как относятся к тем, кто действительно перешел на сторону света. Я просто вижу это в социальных сетях. Я мечтаю увидеть, когда сказать, что я убиваю животных, как это было, я верю, что так было во времена Иисуса и во времена первого раннего христианства, что будет сказать позорно, подло и форчмого, сказать, что я убиваю, я пожираю, я убиваю животных, проплачиваю их убийство. Для христианина особенно. Я хочу увидеть, чтобы это было среди христианства, потому что я сам верю, исповедую явление Бога воплоти, что именно Он принес тоже, в частности, в себе эту истину, дал пример так жизни. Просто нам все замалевали, все извратили. И мне хочется увидеть в этой жизни, своими глазами, видеть тех людей, которых я, может быть, не знаю, неважно, может быть, это от меня до него дошло, и что христиане гордо говорят о себе, что он веган, что они не стремаются, что они везде об этом кричат, что они не просто там где-то сами скромненько перестали убивать, нет, что они понимают, это одна из важнейших заповедей, важнейших, это фундамент христианства. О какой любви к грешным людям может вообще идти речь? О какой? Грешников и грешники любят. Я об этом вообще Иисус как говорил. Их, конечно, любить надо. Мы любим любящих нас. Но это и грешники делают. Любить уже посторонних, вы знаете, вот действительно, я бы вот так вот такой ромбик бы сделал. Любить грешников и грешников. Любить врагов, да, это высшая степень. А вот любить ближних, а ближний кто мой? Это и нуждающиеся на дороге. Это и животные. Вот эти люди, которые за бездомными, животными, людьми, как я вот там тоже в интернет сколько вижу, да, для меня они герои веры. Герои веры, потому что делают настоящие дела. И ближний кто для них, кто нуждается? Это животное нуждается, оно ближний. Ближний – это не только человек. И вот у меня, конечно, мечта на своем веку, на этом, увидеть вот что для христианина, что он не убивает, это более того, я говорю, увидеть вот таких вот защитников все больше и больше и больше, что в социальных сетях они не так стремненько, боясь обидеть своих родственничков, бедных, друзей там, лишиться их поддержки, да. А как тогда? Если мы, христиане, Господь сказал, если вы, соль, потеряете силу, а кто тогда? Кто тогда? Почему мир будет становиться лучше, если я ничего не делаю? Вы знаете, после именно, вы знаете, кто давно меня смотрит? У многих такие глаза округлились, когда я стал бы это говорить, слушайте, я 10 лет таким был, я из этих лживых, дебильных заквасок, что типа это любовь, это псевдо оказался лживая любовь, и я на эту клюнул тоже, на этот крючок, сатаны. Это никакая не любовь. Какие-то весы, вы мне вешаете псевдо-любовь, якобы того, что вы сидите, убиваете это животное и пожираете его труп, который только что кричал и визжал, как настоящий человек. Я должен тебе по головке гладить? Это любовь. Ну, зарежьте своего ребенка. Почему ты будешь... А что ты на меня... Давай твоего ребенка сожрем. В чем проблема? Разве они не в один день с нами сотворены? В один. В чем проблема? Почему, как касается твоего чада, у тебя сразу все внутри переворачивается, а сожрать чужое чадо, у тебя что-то ничего не шевелится. Кто ты есть? А кто я есть, если я молчу об этом? Да ладно, молчу. Я, оказывается, еще тебе по головке должен гладить. Да во. Так что вот так вот. Я вот надеюсь на своем веку увидеть, что христиане, действительно настоящие христиане, будут это гордо нести, будут проповедовать, заквашивать этот мир. Не отмалчиваться. Не думать, что эти неудобные картинки, вот именно, посмотрите, как реагируют ваши родственники. Они глаза и уши затыкают, они не хотят смотреть эти фильмы, они не хотят видеть эти картинки, они не хотят слушать эти слова. Так задумайтесь, кто вас окружает, и что вы для них сделали? Вы молча не ем. Выкладывайте им, стелите им дорожку, ровную и широкую, пространную, в ад. Вы любите своих родственников? Вы любите своих друзей? Пф, я вас умоляю, не смешите мои сандалии, никого вы не любите. Я после игру, я даже не беру, ладно, там я до того, как на ютубе появился, действительно в себя уходил, познавал истину, я совсем мало с кем общался, да и с кем общался. И вот этими сектантскими, псевдо-заквасками, псевдо-христианскими заквасками, конечно, они меня тоже коснулись, благо я от этого освободился. И всем на своем примере говорю, и показываю, и освободитесь и вы. Любовь – это говорение истины. Павел писал, говорите истину друг другу. И неужели я сделался вашим врагом, если говорю вам правду? А значит, мы не были. Я говорю, все вот эти слащавые, брат, друг, сестра, папа, мама, сынок. Да ваш сынок или ваш папа убивает? Мой папа заходит, видит, я уже весь опять зарисовываюсь. Ты что, так и будешь весь? И на лице, я говорю, может и на лице. Я говорю, ты же знаешь, я не убиваю животных, видишь, у меня веган на всю руку написано. Ну и что, видит? Я говорю, да, видит. Я скоро об этом ролик запишу. Уже первые плоды были. Я говорю, что ты от меня хочешь? Надо будет, на лбу напишу. Это не любовь никакая. Это не любовь, позволять кому-то творить зло и еще молчать об этом. Мы не можем осуждать этого человека на смерть. Запомните смысл слов Иисуса, когда он говорил, не судите, не осуждайте на смерть человека, приговаривать к смерти, лишать жизни мы не можем. Кричать миру, что он лежит во зле, обличать мир в грехах, мы обязаны христиане, мы носители истины. Мы обязаны это делать. Если мы этого не делаем, мы грешники, мы соль, безумная, обуявшая, как в церковных славянских, потерявши силу, нас только выбросить. От нас никакого толку нету. Мы просто так землю занимаем. Мы свет, который тьма. Никто от нас ничего не получает. Вы знаете, когда с такой жесткой, кто помнит, как это началось, вышел, я сразу пожал плоды. Потому что, когда я мягко, и все знали, что я вегетарианец, веганец, там через раз я меня немножко с вегетарианства на веганство носила, один человек, это Викуля, кто знает, сестра моя, одна она приняла, еще в беседах все это есть, кто помнит, три года назад почти, она сразу потянулась, и сразу все это убийство оставила. Все, весь плод, один человек. Когда я вышел с жесткой проповедью, ну человек 20, уже, наверное, 30 изменились. 20-30. Если вы бы все, кто изменились, не от моих слов, а от слов истины, которые вы услышали, которые отразились у вас в сердце, понесли бы это дальше, 30 превратилось бы в 90, 90 во 100. Если бы вы между своим комфортом, псевдолюбовью ваших близких к вам выбрали бы истину, любовь к Богу, любовь к истине и настоящую любовь к этим людям, проповедуя и говоря им истину, вы бы увидели, как мир меняется вокруг вас. Потому что вокруг меня мир изменился. От меня отпали те гнилые люди, которые не готовы от этого отказаться. И я увидел, что в этих людях. Я понял, что я сам те два года обманывался. Потому что для меня все живое существо на земле это моя родня. Вы убиваете их, вы причиняете мне боль. Вы меня не любите. Я понял, кто меня окружает. Я порвал все связи. Все связи. Кто не захотел зниться, я разорвал. Сейчас я общаюсь. Я могу раз-два так попереписываться, созвониться. Я сразу человек начинаю говорить. Особенно, как Павел писал. Это там извратили, что он там мясо, мясо. Если он говорил, тем более мясо, то он сам грешник. А Павел, я думаю, говорил, что всякая пища на торгу, которая типа жертвенная, там покропили, идольская. Если ты там брат из этой идольской пищи, то что там покропили чего-то. Про мясо Павел ничего не говорил. Так перевели. Если ты из-за мяса, да, не буду есть. Если из-за этой идольской, не буду с этого стола. Ты говоришь, это жертвенные покропили там язычники во имя Бога Демида. Ладно, не буду. Не покупай там овощи с этого. Там же весь рынок ходили и кропили. Надо же это понять. Все, 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 как и мясное, так и фруктовое, как еще со времен Адама, которые и Каина, и Авеля, которые жертву Богу и овощи приносили. Все кропилось, естественно, приносилось, как бы якобы освещалось из капищ. Святой водичкой и так далее, как у нас куличи светят и прочие вещи. Павел об этом писал. Но Павел писал, если ты, называясь братом, грешишь, с таким даже не ешь. С Иисусом, Иисус принимал только тех, которые хоть как-то, они грешили, они падали, они ошибались, они несли порой полную ахинею, но они любили Иисуса, они его слушали. Когда они ему противоречили, он их останавливал, говорит, либо ты слушаешь меня и идете за мной, либо отстаньте от меня. Иисус так говорил, вспомните все эти слова, вспомните все эти эпизоды, когда соблазнялись, уходили, он никого не держал. Зачем мне это пустая, что мне это в этой жизни даст, эта пустая любовь? Брат, друг, да ты убиваешь животных, которые мне родны. Ты мне никакой не брат. Вот так вот. Так, Викуля пишет к ролику. Замечательный искренний проповедь о любви получилась, у многих, надеюсь, откроются глаза. Ну, это к вопросу, но в ответ. Прошлый я его, кстати, нарезал. Девчата мне сбросили там. Ниночка к этому же ролику. Аминь, аминь. Искренне спасибо, Дима. Очень изъедательная беседа. Спасибо за простоту и искренность, уходя из твоего дома, в него хочется вернуться. Ну, я надеюсь, так. Юрий Пронин. Еще один баламут. Я ему в ответ пишу. Очень приятно. Христолюб. Я не знаю, он понял шутку или нет. Он мне отвечает. Чего он мне ответил? Не сомневаюсь. Мне кажется. Он не понял. Помните, как Ильисус говорил, когда его Пилат допрашивал? Ты говоришь. Вот мне так. Еще один баламут. Это, знаете, он как будто мои мысли говорит. Еще я и говорю. Еще один баламут. Да, еще один баламут. Очень приятно. Христолюб. Еще один вот баламут появился, который сейчас не будет мозг скрывать. ой, это да. Ничего так крутится медленно, не пойму. Так, всем, кто под роликами там пишет, хоть спасибо, плюсики. Я всем говорю спасибо. Пожнем, если не ослабеем. Все это влияет на канал, на любая ваша активность, реакция положительна. Влияет на развитие канала, на продвижение видеороликов. Я вам в ответ леплю сердечки. А, кстати, Наташа Русник. Это вот она сегодня мне написала. Ну, я уже ей ответил. Мои контакты, как связаться, пообщаться. Я просто запомнил имя. Вот я здесь ответил. Я думаю, она увидит. Но я там ей написал. Она мне пишет под роликом «Ответ 53 прошлый». Дмитрий, скажи, пожалуйста, новое небо и новая земля. Это новая планета. Люди будут жить на земле или на небе? Что-то я уже подустал. Сейчас немного писал, что новая земля и новое небо. Все будет хорошо. Не знаю. Я чуть просто не могу просто так говорить об убийстве животных. На самом деле у меня сердце разрывалось. Кто хорошо меня слышит, тот почувствовал. Поэтому защита, смех, чтобы не разрыдаться. Новая планета. Ну, новая планета. Ну, какая разница, что это будет, Наташа? Я тебе так скажу. Когда Иисус будет это делать, вернее, я сегодня, если ты будешь этот ролик смотреть, уже сказал. Если ты христианка, веришь в Бога, в Иисуса, в Его Второе пришествие, если стараешься жить максимально свято или совершенно свято, что цель нашей христианской жизни, то мы все воскреснем, Его Второе пришествие. Тысячу лет еще с Ним на земле будем в окружении все такой же земли, такого же неба, окружающего народа. И будем со своим царем царствовать. Там ты ему задашь все вопросы. Еще за тысячу лет до этого творения, новой земли, нового неба, как я уже высказал свое мнение, я уверен, Господь по любви своей, как родители, приобщает детей к каким-то своим делам и нас приобщит к творению новой земли, нового неба. И ты не то, что будешь знать, что это, ты сама будешь в этом участвовать, сама все будешь знать. Знаете, как мастер, который сам все собрал, машину, он знает каждый винтик. Ты, Наташа, тогда все узнаешь. Я думаю, что за тысячу лет нам Иисус успеет рассказать, что мы будем делать, как мы будем делать. И все будет хорошо, одним словом. К последнему времени она же пишет, спасибо, дорогой брат, за твой труд. На здоровье, во славу Божию. Надеюсь, я всегда говорю, что мои ролики не праздные, не от просто словца. Я проповедую деятельную жизнь, деятельную святую жизнь, к ней призываю. Боль того, как вы видите, я ее требовать, заставить жить я не могу. Но ультиматум общения с собой, как Иисус, я в нем это увидел, я стал ставить. Хотите жить в грехе, жить и грешить дальше, пожалуйста, живите подальше от меня. Я в ваших грехах не хочу участвовать. Я не хочу улыбаться вам в ответ. Я не хочу быть двуликим, триликим. Я говорю, это вообще не мое амплуа. Это вот там, православные, сектанты все, у них 100 лиц. У меня одно лицо для всех. Одно лицо для всех. Особенно, кто называется, я говорю, братом и Христом. Я узнаю, что вы грешите. Вот я говорю, тебе не нравятся мои татуировки, не хочешь со мной общаться. Вы поймите, почему я с тобой. Если для тебя это грех. Еще раз о татуировках, да? Для меня нет. Я понимаю, что общаясь с тобой, ты все время будешь думать обо мне, что я грешник. Что я просто, ты меня должен добить, чтобы я покаялся. Я тебе еще раз таким, как ты, говорю и на этом примере. Для меня татуировка не грех. Она и не добродетель. Хотя она может ей стать, как и можно стать грехом. Смотря во что ты будешь употреблять, что ты вообще, зачем ты это все делаешь. И как я буду с тобой общаться, зная, что ты все время думаешь обо мне, грешник. Что ты мечтаешь, чтобы я покаялся, как ты видишь. Другим это не говорил. Точно так же, поймите, я смотрю на вас. Когда я узнаю, что вы убиваете или еще того хуже, проплачиваете руками грешника какого-нибудь. Потому что уж кто-то, кто убивает, палач этот, это вообще не знаю, какой степени грешник. Скорее всего, он даже православный. По крайней мере, в России. Он же по суббатам, по воскресеньям ходит куда-нибудь, плачется. Если я узнаю, что вы это делаете, я говорю, меня хватит на две-три переписки. Все. Мне нечем вам дать. Я заметил от опыта, что в этих людей ничего не вмещается. Максимум не хватает именно на любовь к любящим. Вы знаете, и Гитлер любил любящих. Самые изверги. Чикатило любил свою маму. И вы со мной вот эти сибу-сибу, сюси-сюси, только до тех пор, пока вот именно против шостки. Поэтому зачем вся эта иллюзия тратить? Я за эти три года многому научился из вот личностного вот это общение именно делами. Я понял, что это трата времени. Роликов уже во у меня. Доступ к каналу. Я же вас не блокирую доступом к каналу, к истине, к слову. Нет. Я просто от вас сам бегаю, потому что, как бегал Иисус, как бегали ученики. От жала вплоть. Мне от вас взять нечего. Я к вам не приходил. Я к вам не стучался. Дружить я с вами не хочу. Я радость от этого не испытываю. Когда ты покаешься, причем не так сложно. Я не какой-то высокий старец, монах, летающий над воздухом при молитве. И всем говорю, пока ты этого не добьешься. Причем я сам не знаю как, но ты должен добиться. Тогда мы будем с тобой. Нет. Вы знаете, святым человеком быть очень просто, оказывается. Не делай никому зла. Сколько можешь делать добро, и делай это открыто и публично. Ибо ты свет, христианин. Если вы прячетесь, как Никодим. Ты можешь быть великим пастырем. Да. Только что-то ты прячешься ото всех, как Никодим. Мне с вами. Ну, я как Никодим же пришел, как заметить, как ягненок слушался Иисуса. Пожалуйста. Хочешь что-то послушать, но я тебе скажу. Перечить мне не надо. Не надо твоей хинеи по поводу проповеди смерти, зла, насилия, культов. Вот этого. Не свободы вот этой. Мне это не надо. Я свое отучился. Я истину познал. Я научился Иисуса. Я до того, чтобы поднимать палец к небу и говорить, я свет, я истина, я вам благовестую, я до этого шел. Я не в первый день своего покаяния, не в первый год своего неофитства так стал делать. Это пришло само, потому что я к этому шел. Ну, само вы понимаете. Я имею в виду естественность. Если ты трудишься, ты что-то взращиваешь, ухаживаешь, заботишься. Бог так и сказал. Возделывай, все тебе будет. А ты не живя этим путем, чего ты можешь меня научить? Я всегда об этом говорю, потому что так говорил Иисус. Сам Он творил, Его слова были от дел. Мои проповеди не праздны. Если вы не меняетесь, вам бесполезно меня слушать. Зачем? Только спорить целыми днями. Пустых споров, Павел писал, уклоняться. Я уклоняюсь пустых споров. Пустых. Раз, два, три. Ну, нет. Что? На нет и суда нет. Ты будешь там, каждый будь там, где он, какой мир создал вокруг себя. Меня, я уж сказал, царство небесное веганов, всех зататуированных, вполне устраивает. И мой бог не картина. Я думаю, что он будет и статуированный нас всех. Он будет настолько прекрасен и красив. Все это будет на нем переливаться и меняться. И я хочу быть таким же. Я не хочу быть каждый день, один тот же. Так что вот так вот. Поэтому поучительно все. Все смотрите, чтобы вы все это исполняли. Потому что, не творя, все это пустое оказывается. Саша Сидоренко. Ну, я там отвечал на вопрос, когда да, мне говорили, что полулежа вот так проповедовать. И я ответил, что вообще-то Иисус каждый раз возлежал со своими учениками. И мой канал проповеди. По-моему, достаточно канала Библии, где я вот так сложив ручки, как учитель, нахмурив брови и подтянув очки, которых у меня пока нет. Слава богу, хоть зрение и подупало, но пока еще более-менее нормально вижу. Я вам проповедую. Вот здесь мы с вами отдыхаем на этом канале. Мы с вами возлежим, как вы завершали в древности на Востоке. Я говорю, я надеюсь, что вы в это время, может быть, тоже даже возлежите, а не чем-то занимайтесь и работать. Но даже если это так, я думаю, по-разному происходит. Я говорю, меня можете хоть на туалете слушать. Лишь бы слушайте и исполняйте. Где вы будете делать, не без разницы. А уж тем более, если вы отдыхаете, и мы вместе с вами можем поговорить, насытиться хлебом небесным, чтобы потом его в своей жизни дальше пойти сеять эти зерна, исполнив самим. Что тут плохого-то? Я говорю, придумали все это фарисество. Я не хочу, у меня царство небесное, это не царство оловянных солдатиков. Я не хочу, чтобы мы там с вами вечно стояли у трона великого страшного царя. По иерархичной системе, естественно, одни повыше, кто вино в руку царя подает, а мы там с вами на задворочках рабы. Нет, у меня царство небесное другое будет. Это где мы все будем свободно любить друг друга. Валяться, веселиться, как дети, играться, как дети животных, посмотрите, как дети людей кувырькаются. Будьте, как дети, Иисус сказал. И Господь будет радоваться и веселиться, что мы так, как дети, всему вокруг радуемся, рисуемся, веселимся, дурачимся. Вот что, да. Вот такое у меня небесное царство. Представляете, какое оно мрачное, ужасное в вашем понятии некоторых. Не знаю, для меня это счастье. А сидеть у всех на деревянных стульях, ну, может, вас устраивает, я говорю, сборы, КПСС какие-нибудь там, собрания. Нет, меня это не устраивает. Меня устраивает. Свобода, любовь. Удовольствие. Полулежа сидеть очень удобно, спина не болит. А сидеть два часа на стуле мне, например, не очень удобно. Каждый свободен, выбирать ему как удобно. Ну, да. Ну, это Саша ответил. Так, Оля пишет спасибо. Так, я Оле пишу спасибо за тайм-коды. Спасибо всем сестрам, братьев пока нет. Кто пишет тайм-коды, присылает мне ссылки на эпизоды. Я тут себе уже лайки люблю. Уже в глазах рябит у меня. Так, Евгений Куш. Очень интересно, познавательный предмет. Спасибо тебе. В ролике сказал, что мы незнакомы. Зовут меня Женя. Любви и здоровья тебе привет. Из Бобруйска, Белоруссия. Ну, как у тебя написано, Евгений. Поэтому я имел, что мы незнакомы лично, Жень. То, что у тебя написано. Ну, или ты поправил, или, значит, у тебя был Евгений Куш. Я же не имел в виду, что я не вижу твоего имени, если она у тебя есть в никнейме, как называется, профиле YouTube. Я имел в виду, что я, когда говорю, хотя бы знакомы, это, я не знаю, хотя бы соцсети и реальные фотографии, какая-то переписка, может быть, даже от тебя было аудиосообщение. Ну, а по большей части я даже называю тех людей, с кем я хоть раз по скайпу. Это хоть пусть и виртуальная связь, но это абсолютная проекция реального мира. То есть ты видишь, ты слышишь, ты, грубо говоря, читаешь. Ну, вот разве что ты не трогаешь. А так скайп, в принципе, я могу сказать, что я человека знаю. Да, все-таки я с ним поговорил, увидел, услышал. Я говорю, можно сказать, что пощупал. Оттого, что нет тактильного, мы и в живой жизни не всех щупаем и трогаем при первой встрече, или даже не первой. Поэтому я имел в виду это, что мы незнакомы. Тем более сейчас ты написал, что с Беларуси. Через меня, как я говорю, хоть и много достаточно людей прошло, но с другой стороны у меня, может быть, память, ну, пусть не феноменальная, но, наверное, достаточно неплохая, которую, тем более, наверное, вот этой своей трудом я поддерживаю. Умственным, да, проповедью, там, всеми этими записями, чтением. Я, в принципе, во-первых, у меня визуальная память, почему я еще говорю, вот, визуально у меня действительно очень развита. Если раз вижу, я уже, вот, все, кто мне позвонит с тех времен, когда с первого, я каждого узнаю. Тем более, я говорю, когда это все совокупляется, ты видел, ты знаешь настоящее имя, то, 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 и у тебя больше шансов всегда. Я говорю, я вижу вас на Ютубе, вижу в соцсети, я вижу, что это один человек, там, имя похоже, да, или еще что-то, хоть какая-то связь. А так я, ну, что я знаю, ну, комментарий, ну, ты написал Женю, у тебя и Женя в этом. Это тоже не сильно расширило мои эти. За благословения спасибо тебе тоже, любви и здоровья. Из России, Воронежа, с приветом. Так, Лежик пишет, как здоровье. Да здоровье. Я говорю, после того, как, в принципе, у меня немножко, не немножко, а вся моя эта болячка спустилась, как я называю, ниже порога, болевого порога, ну, я ныть, по крайней мере, перестал, стараюсь не жаловаться. Живу пока, как живу. Вот, так. Лайки навеки, Викуля, кролик про велик мой. Так. К ролику, ты-ты-ты. Так, Николай Зверев пишет. Дмитрий, вы хорошо рассказываете, но ответьте на такой вопрос. Но без Святого Духа человек не может измениться и справиться, а значит, нужно его у Бога просить, или, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи Духа Мира, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, нужно, то есть, нужно понуждение себя к исполнению заповеди, так как наша грешная природа все равно склоняет человека в свое прежнее, ветхое и грешное состояние, значит, нужен подвиг. Ну, Николай Православный у нас. Так. Сейчас пытался найти, я уже, естественно, я уже с ума схожу с этих каналов, со своих, где комментарии. Николай где-то написал, что он там в православии, что Старцев прошел. Сейчас, я не знаю, вышел он, не вышел, я чуть не помню. Попытался найти этот комментарий, опять не могу найти. Не знаю, короче, ладно. Я вроде скрин сделал, тоже не могу найти. Чем-то мне тогда захотелось, как вот почувствовал. Ну, ладно, не суть, важно. Ну, и дальше еще. Я пишу, да, все верно, Дух Святой и приобретается делами веры, любви к Божьему творению, мира, радость, терпение и так далее. Ну, Николай пишет дальше. А нужна ли аскетика? Христос ушел в пустыню, где его скушал сатана, значит, каждый человек должен пройти этот процесс встречи с сатаной, его соблазнами проходит этот человек в течение всей своей жизни. Ведь апостол Павел сказал, что дьявол, как лев, ходит, еще кого поглотить. Значит, нужно не просто смирение, терпение, нужно человеку физически, душевные усилия, такие, как непрестанная молитва, ну, воздержание, пост, целомудрие. Ведь такая чистота жизни привлекает благодать Святого Духа и дает силы человеку и преодоление искушений. Нужно постоянно пребывать в Боге, а значит, нужно причащаться в церкви. Ой, ну, понеслось. С рук пастырей, которых Бог установил, через египископов кошмар. Тех через апостолов. Апостол принят Христа и думают, что не может быть, что все христиане погибают, хоть католики, протестанты или православные. Люди искренне верят, что именно их юрисдикция дает им правильное понимание Евангелия. И они живут надеждой и верой, что они на правильном пути к Богу. И Бог наверняка промышляет и заботится о них своим промыслом. Наверное, не все в этой жизни зависят от человека, зависит многое от воспитания, среди в которой живет человек, из которой очень тяжело порвать, особенно если ты прожил десятки лет в ней, взять в пример святых апостолов, так тяжело им давались к пониманию слова Христа, как традиции, в которых жили апостолы, мешали им увидеть и понять, что с ним рядом Бог. Только после воскресения Христа и Сождества Духа они ясно и глубоко осознали, что такое вера и жизнь по ней, как воскреснуть, как стержать Святой Дух. Вопрос. Если честно, я не совсем понял Николая. Я говорю, жалко, еще нет того комментариев, где он написал, что он во всем это подавал. Я вот читаю комментарии, я понимаю, что у человека просто, ну, я выражусь сейчас не обидным языком, я надеюсь, каша в голове, да. Я, если получится когда-нибудь, я уже говорил, есть у меня мысля записать как раз такие серии роликов, почему я не православный. То есть не просто говорить истину, а еще на нее с другой стороны посмотреть, уже через призму тех заблуждений, которые существуют в мире. Получится у меня или нет? Тут вот просто, я уж хотел вообще прерваться, уже и так полтора часа. Я и так на паузу поставил, сходил, он попил водички. Ну, тут столько всего нахорожено. И про пастырей, и про святой дух, и тут же вроде над делами, и не делами, и бороться до конца жизни, и не жизни, и апостолы. Ну, слишком много вопросов, это сейчас можно зарыться. Я, в принципе, за три года столько записал проповеди. Я говорю, столько, кажется, я так слову такому, что 300 проповедей на проповеди, 800 роликов за плечами на Библии, продолжаю дописывать, так скажем, Ветхий Завет. Потом новый по второму кругу обязательно запишем, а там посмотрим. Там есть мысли, а на апокрифы переключиться. Ну, я там отвечаю на все эти вопросы. Да, вот. Что я тут? Слишком много я, честно, не отвечу сегодня, я уже подустал. Да. Так. С Олегом тут. К ролику об этом Иисус не воскрес, Татьяна Афсибири пишет. У вас такое новое Евангелие, это личное откровение. Это не новое Евангелие, не личное откровение. Все, на этом все. Я почему и хотел, я говорю, прерваться, либо на эти вопросы надо отвечать отдельно. Вот. Ну, я говорю, человек православный, вот там вся эта закваска в каждом слове слышна. Вроде как, я так и не понял с комментариев, вышел он, не вышел, чем живет. Ну, честно, православие, это жесть вообще. Это путь в никуда. Это хождение по кругу, причем это топтание, как я всем говорю, около Иордана. Максимум, кем они являются, учениками и анкрестители. Все. Это предел. Никакого крещения, там, рождения свыше, ухода в пустыню, это все не о православных, и не о их учениях. Если какие-то отдельные люди, вы мне даже приведете, тех же самых монахов, там, еще что-то, или еще кого-то, лично каких-то людей, и то, никаких прошлых, что там о них понаписали, вы знаете, как я к писаниям отношусь, которые якобы называют, там, словом Божиим и святыми, да, уж тем более, что говорить о тех сказках, которые написали, сказочники о своих героях, да, вы понимаете, о чем я. Поэтому, давайте о реальности говорить. Потому что, если в реальной жизни не осталось настоящих учителей, христианство, то горе нам. Тогда сбылись те времена, о которых же пророки говорили, о которых Иисус пророчествовал, что будут искать и не найдут, да, будет голод, не голод, пищи до тела, а голод, слово Божье. Потому что никто его действительно, потому что чему-то учить можно только от опыта. Я об этом постоянно говорю, сам научившись этому у Иисуса. Если ты не сотворил, не открывай рот. И вот просто, я имею в виду у Николая, у него комментарии, это такой, знаете, ну, понятно, я его сейчас не сужу, я его не знаю, да, вот так, три комментария, пока ни о чем не говорят, о человеке мне. Ну, по крайней мере, это я могу неверное суждение вынести. Ну, у него сразу, да, у него и свои мысли есть, конечно, она пытается выложить, я там не понял, там в конце вроде как, это же как учение, он как говорит, как будто в конце вопрос ставит. Ну, это не вопрос. Ты вначале говорил утвердительно, а потом у тебя плавно все это в конце большого абзаца, или чуть ли не всего комментария вопрос ставит. Ну, это не вопрос. Или ты пытаешься в свою мысль, или что? Я говорю, во-первых, вопросов очень много. Ты их вот так кинул все в один комментарий. Православие, это, конечно, обычный иудаизм. Ничего большего. Ни о чем большем там речи не идет. Ну, еще хуже, конечно же, потому что они сели не на Мисеево седалище, а на самого Христа. Поэтому, конечно же, как Господь и говорил, будет тем, как иудеи ходят, ходят, да, и вот их иудеи, в принципе, обратили. Что такое православие, католицизм, ортодоксия, которая была семь веков одна и та же, да, это чисто государственное, абсолютно извращенное. От христианства они взяли только имя, чтобы этой святостью прикрыться, Иисус Христа, потому что христианство стало размножаться, естественно, по свету. Вот и все. И полностью уничтожил. Дьявол в этом плане победил внешне. Если во времена гонений церковь Христова еще имела какой-то вид внешне видимый, да, то сейчас она его просто не имеет. Это святые люди, познавшие истины, живущие по ней и ее проповедующие. Зачастую их даже и двое ты не встретишь и вместе рядом. А все остальное это обычный иудаизм, обычный ислам. Ничего там нет от Христа вообще. Они все заповеди основные убрали. Убийство животных, убийство людей, не убийство. Они все проповедуют прямо противоположные вещи. Убийство животных, убийство людей. Что еще? Это крупные. Это самое страшное, что можно это лишить жизни. Животных вообще ни за что. Ну и людей там у них есть. Как и у Моисея. Ну якобы не убей, они проповедуют. Но это сделал, убей. Как у Моисея. В Десяти заповедях отлично складывается не убей и не прелюбодействуй. Но если прелюбодействуй, убей. У православных, католик, протестантств то же самое. Ну якобы не убей, но если ты-ты-ты, он еретик, сожги его на костре. Но если он переступил границу, которую тебе там алчные, богатые люди начертили где-то и сказали фас, там другой богач хочет у меня что-то отобрать, и ты идешь фас или тут дерешься по его фас защищаться, да. Ну вот, что они проповедуют. Поэтому это крупные вещи. Уж чего говорить обо всем остальном. Стоит ли вообще о чем-то говорить? Стоит ли вообще рассуждать об их лживых учениях, если у них корень гниль? Разве Иисус убивал кого-то? Разве Иисус был патриотом? Разве Иисус хоть где-то проповедовал? Разве не Иисус проповедовал обратно? Даже в том Евангелии, казалось бы, который они сами до конца не извратив, имеют, где написано «Любейте врагов». Но они, конечно, все святыми отцами подрихтовали и все у них стало складненько. Основная масса это тупая, серая, прямая извилина народа, да. Никому ничего не надо, никто не хочет думать, напрягать свои мозги. Вот. Это слабые, трусливые люди, основная масса людей. Да. Они не готовы ни себе, ни в чем признаваться. Когда они видят ложь, они с ней соглашаются, участвуют во всех беззакониях. Они не готовы благовествовать и говорить об истине. ну, естественно, сатана на этом и играет. Хотя Иисус был, посмотрите на Иисуса, каким он был сильным. Даже в том Евангелии, которое нам дошло. Меня он этим всегда поражал. Со силой. Паренек в 30 лет вышел и противостал против всей системы. Системы и ее носителей, что самое страшное, от малого, от любого, который мог ему в лицо ударить и камень бросить. До велика. До самих патриархов, пап и пресвитеров. Красавчик. Наш пример, наш бог, который сам нам, наш подвигоположник, путеводитель, своим личным примером показал. Ну, а мы, нам да, мы трусы. Мы готовы только за его спинкой, на его крестике въезжать в небесное царство. Идти за ним, след в след, неся каждый свой крест по его заповеди, мы не хотим. Но, к сожалению, мы обманываемся. Это только в нашей иллюзии. Мы сидим у него на кресте, мы идем у него за спинкой. На самом деле, мы идем, нас сам сатана на ручках несет свой огненный чан. Вот и все. Таков вот путь. Ладно, у меня на этом все. Всех был рад видеть. Я вас вижу. Всех рад буду слышать в комментариях под этим видео, под всеми остальными. Я с вами прощаюсь. Всем вам желаю всего самого доброго. Всем желаю достигнуть совершенства и светить. Ну, если вы достигнете, Бог сам вас поставит. От избытка сердца у вас просто возопит. Все. прежде всего уста ваши. Все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok